Сегодня Брестский академический театр драмы по праву можно назвать сердцем культурной жизни первого региона. В этом году храму искусства исполняется 80 лет. Своими достижениями он нашел признание на гастролях за границей и заслужил постоянного зрителя на родине. Перемещаемся в театральный зал. Зритель застыл в ожидании и готов погрузиться в созданный сценический мир. Звучит третий звонок, занавес. Все дороги ведут в театр, и у каждого эта дорога своя. Раз в год пути поклонников театра Брещан и гостей города объединяются в многонациональном формате. Фестиваль «Белая вежа» уже стал культурным брендом первого региона, который актеры и зрители ждут с особым трепетом уже 28 лет. Зритель идет в наш театр за новыми эмоциями, за получением той радости, которую он порой в обычной жизни не может получить. А сидя в нашем зале, он проживает те моменты жизненные, которые порой хотел прожить или прожил, и вспоминает с удовольствием, с радостью, или просто анализирует свою жизнь, видя героев на сцене. Вот он, тот самый трепет, когда ждешь постановку, знакомую только по аннотации в фестивальном буклете. Веришь, что не ошибся в выборе своего спектакля. Понимаешь, что предстоит увидеть актерский коллектив со своим уникальным почерком. Настроение у фестиваля «Белая вежа» всегда творческое. В программе не бывает спектаклей, схожих по стилю и жанру. Каждый сам по себе уникален. Как авторский слог, костюмы, музыка и свет. Мы приехали, в 7 утра сегодня началась работа по адаптации света, потому что у нас 80 световых точек в этом спектакле. И вот с 7 утра, ну вот мы закончили где-то в 4 часа. То есть, когда закончится первый акт, он закончится в 7 часов. Некоторые люди уже 12 часов будут, которые работают. А вот чего на фестивале «Белая вежа» больше, тяжелой душевной работы или наслаждения от сценического действия актеры и режиссеры решают каждый сам для себя. И решение это порой получается неожиданным. Мы утром решили не прогонять спектакль, а просто пройти так, грубо говоря, переход со сцены на сцену, световые переходы туда-сюда. И в результате переделали половину световой картины всего спектакля. Потому что спектакль это все-таки, в отличие от кино, это живое искусство. Кстати, о кино. Фестивальные театральные площадки в Бресте – уникальная возможность встретиться с популярными киноактерами, которых видели на экране не раз, а вживую никогда. В кино там есть свои определенные стороны, потому что тебе нужно так суметь сконцентрировать свою энергию, свою мысль. Именно в две минуты сцены суметь не растратить ее при ожидании в грим-вагонщике, часто сцены снимаются первое, последнее. Это как бы совсем другой уровень аккумулирования энергии.